Жалобы на услуги ЖКХ, вопросы благоустройства дворовых территорий, асфальтирования дорог, ремонта учебных заведений, проблемы личного характера. Отчасти эти обращения в прошлом, говорит депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич. Все чаще, как показывает практика, на прием приходят люди с конкретными предложениями о внесении корректив в действующее законодательство. Если ранее избиратели приходили больше с проблемами такого личностного характера, ну и даже где-то, может быть, не лично, связано с такими местными вопросами, связанными с благоустройством придворовых территорий, ну даже такой общий вопрос улиц, на жалобы на услуги ЖКХ, то хочу сказать, что последние приемы показывают, что меняется несколько, и они приходят избиратели с предложениями, предложениями конкретными, внесения определенных вопросов, изменений в действующее законодательство. В этом отношении действительно подпитываются депутаты, в частности вот я, тем, как дальше работать над изменением законодательной базы. Это очень важно. Депутатские приемы не только решают проблемные вопросы, но и в будущем помогут усовершенствовать белорусское законодательство. Ольга Лагота приехала в Брест из Жабинки в рамках осуществления общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией, просит включить в готовящийся закон об амнистии в связи с 75-летием Победы лиц, осужденных за экономически коррупционные преступления. Тема острая, важная и в своем роде не первая. У депутатов уже есть такой опыт в деле активисток инициативы «Матери-328». Его результат известен, наказание смягчили. Родственники, которые осуждены по экономическим коррупционным статьям, и они объединились вместе, чтобы нас услышали просто, чтобы немного пересмотрели приговоры. И вот всю вот эту борьбу с коррупцией, осужденные по коррупционным статьям, они лишились этого права на амнистию. И мы хотели бы просто попросить, чтобы просто и такой гуманный акт провел государство над осужденными, над всеми, даже вот на осужденные по коррупционным статьям. Трудный сразу для решения вопрос. Нужно просто разобраться. И говорить о том, что, как я к этому отношусь, вы знаете, за экономическое преступление есть разные. Есть, который человек, условно говоря, счетный работник, допустил ошибку, ну может даже где-то и сознательную, допустим, говорить, ошибку при составлении баланса. Да, это наказание, это сегодня и нужно наказывать, но может быть не так серьезно, как примерно за коррупционные действия, которые действительно, это очень серьезная статья, и которые, ну, по моему мнению, действительно заслуживают очень серьезного наказания. Здесь главное понимать и не навредить. Вот понимаете, ведь можно сегодня инициативу не просто поддержать, а понять, как ее правильно реализовать. Как разрешится эта ситуация, покажет время. Леонид Брич убежден, законы должны в первую очередь идти от жизни и быть справедливыми в отношении людей. Каждое обращение депутат взял на карандаш.